Ни шин, ни денег. Сыровчанин заказал товар в интернете со стопроцентной предоплатой. После того, как 45 тысяч рублей ушли на счёт так называемого продавца, сайт заблокировали, а продавец перестал выходить на связь. Другой мужчина, наоборот, нашёл в кафе 3 тысячи рублей. Свою находку он отнёс в полицию. Деньги вернули владельцу. Если вы нашли чужую вещь, документы, деньги, то лучше отнести находку в полицию, либо орган местного соуправления. Потому что с момента обнаружения чужой вещи, лицо, нашедшее данную вещь, несёт за неё ответственность. И если не сообщить туда, то есть в полицию, либо в администрацию, не пытаться найти хозяина, то в зависимости от конкретных остоятельств можно попасть в ситуацию, где против вас будет возбуждено уголовное дело по статье кража. На прошлой неделе в полицию три раза поступали заявления о краже самокатов из подъездов, а также с территории, прилегающих к дому. Полицейские напоминают, что важно хранить документы, полученные вами в магазине при покупке велосипеда, детской коляски и самоката. Помните, что покупая велосипед, детскую коляску, самокат без документов, вы рискуете стать хозяином краденого средства передвижения. Если документов по каким-то причинам нет, обязательно перепишите или сфотографируйте серийный номер рамы, а также само средство передвижения. Хотелось бы напомнить жителям ещё раз о том, что нельзя оставлять свои самокаты, даже если вы... Самокаты, велосипеды, детские коляски и всё остальное около своих домов, не то что на ночь, но и даже на совсем короткий промежуток времени. Если вы оставляете свои средства передвижения и при этом их никто, грубо говоря, не присматривает, то, отойдя даже на несколько минут, необходимо пристегнуть их запирающим устройством. На минувшей неделе в Сарове зафиксировали три ДТП с пострадавшими. 2 ноября водитель «Опель» Зафира на регулируемом перекрёстке проспекта Музруково и улицы Димитрово сбил женщину, которая не успела перейти проезжую часть на разрешающий сигнал пешеходного светофора. В результате ДТП она получила многочисленные телесные повреждения. Её госпитализировали. Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.